Расширять номерной фонд, развивать точки притяжения, улучшать логистику и качество сервиса на курортах Северного Кавказа. Эти задачи помогает решать нацпроект по туризму, инициированный президентом России. Об этом на минувшей неделе говорили на совещании в Архизе, которое провел министр экономического развития России Максим Решетников. Как развивается самый молодой курорт сейчас, что говорят туристы об Архизе, расскажет Альбина Ламкова. Популярность курортов в Карачаево-Черкесии растет с каждым годом. Один из востребованных у туристов считается Архиз, где мы сейчас и находимся. Здесь построили большое количество отелей, новые подъемники, широкие трассы, а еще сказочно удивительная природа, которая несомненно манит своей красотой любителей активного отдыха. Катаемся, все нравится, приедем еще не один раз сюда. А впервые на лыжи встали? На сноуборде впервые, да. Архиз открылся 10 лет назад, теперь это большой курорт. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной инженерно-коммунальной инфраструктуры. Оборудовано 27 километров горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, базы отдыха и пансионатов. В Архизе впервые друзья позвали, первый раз стал на лыжи. Далековато, но интересно, прям радует. Атмосфера вообще, природа шикарная. Горы, красота, свежий воздух, вообще все шикарно. Алексей уверен, что поездка в горы станет хорошей традицией, так как горнолыжный курорт – это не только способ провести время на природе, но и возможность испытать себя в экстремальных условиях. Это непередаваемая эмоция, скорость, ветер в лицо, ощущение свободы, добавил он. Но не менее важна и спортивная атмосфера, которая царит на курорте. Мы уже не первый год катаемся и полюбили Архиз. Очень замечательный курорт. И хотелось бы, скажем так, организаторам данного курорта передать пожелание снизить чуть-чуть возраст бесплатного катания с 70, хотя бы до 65. Чтобы на пенсию вышел и погнал. Бесплатный скипас, все, отсюда не вылазишь. Екатерина Мендовская приехала из Москвы с мужем и младшей дочерью Миланой. В семье четверо детей. Архиз посещают часто. Причин приезжать на курорт много, отметила Екатерина. Своей красотой. Это в первую очередь. Во-вторых, широкие трассы, все оборудовано для гостей, для людей, удобно все сделано. Ни с чем не сравнится, честно говоря. Поэтому мы приедем сюда, приезжали, будем приезжать по возможности всегда сюда. Самое любимое наше место. Классное. И где мы с мамой там катаемся, такие подъемники, там тоже круто. Ну, будешь рассказывать своим одноклассникам, что ты им будешь рассказывать? Ну, я не расскажу, как я круто ездила. В основе новой стратегии развития Архиза будет модель интегрированного курорта, по которой работает курорт Красная Поляна. Приезжаю постоянно. И был здесь, когда здесь вообще было просто поле и горы. И очень радуюсь, что курорт развивается такими темпами. Появляются новые услуги, сфера услуг на высоте. Главное, конечно же, это склоны для горнолыжников и сноубордистов. Здесь каждый для себя найдет подходящие и новички, и профессионалы. Северный Кавказ – один из ключевых центров развития туризма в стране. Здесь есть все, что нужно для круглогодичного отдыха. И горы, и море, и каньоны, и целебные источники. Мощная санаторная курортная база. Отосль показывает самые высокие темпы роста по стране, отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на совещании в Архизе. В нем приняли участие глава Корчаева Черкесии Рашид Тимрезов, руководители департаментов Министерства экономического развития России, представители федеральных структур руководства Кавказа РФ, министры по туризму всех субъектов СКФО и представители управляющих компаний. Хотелось бы отдельные слова благодарности сказать Рашиду Борисповичу Тимрезову. Рашиду Борисповичу у нас на связи. Картинка, конечно, сильно изменилась с последнего визита. Видим, насколько активно инвесторы начали вкладывать. И достаточно много вопросов мы посмотрели и сейчас облетели площадку возможного аэропорта, аэродрома Нового, значит, и посмотрели дорожные все вопросы, которые с вашей подачи активно прорабатываются. Рашид Тимрезов выразил слова благодарности министру экономического развития Российской Федерации за решение провести столь масштабное мероприятие в Корчаево-Черкесии. За всестороннюю поддержку республики в реализации задач по развитию экономики, включая туристическую отрасль, как драйвер развития экономики региона. В свою очередь Максим Решетников заключил, что высокий современный уровень дает перспективы для дальнейшего развития курортов. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Корчаева, Черкесия, Архиз. В Черкесии отметили 105-ю годовщину начала репрессий казачества. Траурный митинг прошел возле Покровской церкви Черкеска. Он собрал представителей власти, казачества, православного и мусульманского духовенства, а также делегацию казаков из Краснодарского края во главе с заместителем атамана Кубанского казачьего войска. Подробности у Алибаташева. Вечная память. Отец Александр Нартов совершил заупокойную молитву по расстрелянным, а также погибшим от голода и в ссылках к годы репрессий казаках. Гвоздики в руках и венки с цветами – дань памяти всем невинноубиенным в это тяжелое для страны время. 24 января 1919 года была принята директива о расказачивании, определившая политику власти по отношению к казакам. Сословию, которое на протяжении нескольких столетий укрепляло воинскую славу Отечества, говорили на траурном митинге. В этот период были уничтожены экономическая база и произведено принудительное выселение казаков из мест традиционного проживания, что привело к гибели тысяч людей, в том числе безвинных детей, женщин, стариков. Частичной утрате исконно казачьих обычаев и традиций, основ православия. Депортация в концлагеря и расстрелы должны были привести казачество к полному его уничтожению. К счастью, это не произошло. Казакам удалось сохранить свое самосознание, культурную и человеческую уникальность и самобытность. Уважаемые братья и сестры, дорогие братья казаки, у нас с вами общая судьба, общая боль и общая радость. Даже сейчас очень тяжело вспоминать рассказы старшего поколения о тех, кто попал под репрессии из-за принадлежности к казачьему сословию, говорит казак из Джигуты Михаил Крамаренков. У отца деда, короче, он свою семью похоронил, потому что пришли, все забрали, что могли, и они остались голодными. Из голода померли, короче. Он свою семью всю похоронил. Не только семью, своих родственников хоронил. Ну, короче, не хоронил, а закапал просто в саду и все. Мы помним наши трагические страницы истории, так же, как и наши победы. Сегодня, как и сотни лет назад, казачество всегда на передовой. Сегодня наши братья казаки выполняют поставленную задачу президента. Более 7 тысяч казаков уже выполнили свой долг и сейчас находятся на передовой. Более 800 человек наших братьев, казаков Кубанского казачьего войска представлены и награждены государственными наградами. К казачьему роду нет переводу. Новое поколение казаков чтит традиции предков, сохраняет память об их подвигах и старается передать это знание следующим поколениям. По традиции, траурный митинг завершился возложением венков и цветов к поклонному кресту и мемориальной доске, установленной в память о невиновиенных баталпашинцах-казаках на территории Покровской церкви Черкеска. Али Баташев, Миха Каракелян. Вести Карачаева, Черкесия. Прохудевшаяся крыша как источник проблем. Жильцы одного из домов региональной столицы обратились в редакцию свистей с просьбой о помощи. Капитальный ремонт около полувека обходит стороной строения по Пятигорскому шоссе. Как результат, в непогоду людей затапливает сверху, как следствие горят электрощитки. В проблеме разбирался наш корреспондент Артур Мхце. О ненастной погоде жители этого дома по Пятигорскому шоссе узнают одними из первых, хотя синоптиков среди них нет. Специальным прибором для людей служит дырявая крыша. Казалось бы, 21 век. Благоустройству на всех уровнях уделяется повышенное внимание. Однако у этих нескольких домов, помимо разбитого двора, который не спрятать даже под снежным покровом, есть ещё одна общая беда – кровля. Несколько лет назад крик о помощи звучал из корпуса «Б». Теперь в редакцию «Вестей» обратились собственники жилья в строении «А». Начинаем с первого этажа. В каком состоянии? Дождь, снег идёт, всё льёт, льёт направо, да. А на той неделе вообще свет потух во всём доме. Приехали электрики, говорят, всё нужно менять, ребята, всё нужно менять, в каком состоянии вы живёте. И вопрос, куда уходят наши деньги? Мы же за это платим. ЖКХ платим, всё оплачиваем. Ничего не ремонтируется. Поднимаясь по этажам всё выше, понимаешь, что приближаешься к эпицентру проблемы. Мокрые пятна ещё больше, по электрощиткам и проводке заметны следы периодических возгораний. Перебои со светом – лишь малая часть того, что может случиться. После пожара будет поздно что-либо исправлять. Анна Владимировна живёт на последнем этаже чуть ли не с первого дня существования дома, которому около полувека. Говорит, полноценного ремонта в здании никогда не было. Хотя сами люди стараются создавать комфорт, насколько возможно. У меня одно время текло даже вот с этих коридорий, вот с лапочек, даже вот просто как водопад текла вода. Это вот если я не заделаю вот тут кусок, это не говорит о том, что будет тут не будет течь, потому что затекает, может затечь откуда-то и прийти обратно сюда. Я одно время тут со своей компанией уже не единожды, не один год занимаюсь вот этой. Я уже думала, может быть, всё-таки труба сам стояк, сериалый, и идёт и начинает течь по-разному. Нет и всё, так никто эту трубу не заменил. Жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию. Но раз проблема по-прежнему актуальна, значит, приложенные усилия были недостаточными. Как нам пояснили в городском управлении ЖКХ, обслуживающая организация в ближайшее время займётся устранением неисправностей. По данному случаю мы обращались в управляющую компанию, обслуживающую указанный дом. По поступившей информации, то есть они уже закупили весь необходимый материал для ремонта крыши. И в ближайшее время, то бишь при наступлении благоприятных условий для ремонта, работы будут сделаны. Если работы всё-таки не будут выполнены в срок, либо окажутся ненадлежащего качества, людям рекомендовано обратиться в управление ЖКХ мэрии для принятия необходимых мер. Артур Махце, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачаево, Черкесия. В современном мире отмечается рост стрессовых состояний у человека. А вкупе с сезонными заболеваниями повышается тревожность, депрессия и уныние. Но выход есть. Какой? Расскажет гость нашей студии, высокий профессионал в медицине, врач-акушер-гинеколог, эндокринолог, специалист ультразвуковой диагностики Светлана Абаташева. В интервью нашему корреспонденту Альбине Курочиновой-Кенжевой доктор рассказала про антиэйдж-медицину и про восстановление организма после болезни. Здравствуйте, зрители. Сегодня гость нашего пресс-центра, врач ультразвуковой диагностики, врач-акушер-гинеколог, эндокринолог Светлана Абаташева. Поговорим мы, конечно же, о здоровье. Светлана Абаталовна, расскажите, пожалуйста, как замедлить старение в этом круговороте событий, дней, минут. Расскажите об этом. Да, Альбиночка, здравствуйте. Антиэйдж-медицина, антиэйдж-направление – это антивозрастная медицина, которая включает в себя несколько направлений медицины, как гинекологии, так и диетологии, так и психологии, генетики, иммунологии. И в целом, тут цель такова, чтобы замедлить старение организма в целом. Конечно, сейчас такое время, мы все все понимаем, очень много стрессовых ситуаций, очень много различных ситуаций, которые подводят к тем или иным заболеваниям, провоцируют те или иные заболевания. Но, тем не менее, каждый человек может, находясь даже дома, максимально постараться для того, чтобы сохранить свое здоровье. Есть различные причинные факторы. Если их как-то очень коротко о них говорить, это, конечно, стрессы, как я уже сказала, в первую очередь. Далее, это вредные привычки, курение, алкоголь. Это такие заболевания, как сахарный диабет, например, которые также приводят к нарушению работы системы организма. Я беру как пример сахарный диабет. Как мы можем видеть эти проявления? Это повышенная утомляемость, это повышенная усталость, выраженное выпадение волос, постоянная утомляемость, депрессивное состояние, нервозность людей, это отечность постоянная у людей. То есть такие симптомы, они уже говорят о том, что идет сбой в организме человека. Что мы можем для этого сделать? Мы максимально должны обратить внимание на сон, мы должны обратить внимание на питание, которое мы употребляем. Максимально исключить из рациона питания фастфуды, насколько это возможно. Питьевой режим очень важен. Без питьевого режима мы не можем восстанавливать также эндритические запасы организма. Вот эти все моменты, они играют очень большую роль. Конечно, сейчас также очень выраженный пассивный режим у людей, то есть малоактивный образ жизни. Это тоже играет очень большую роль. Нужно добавить побольше активности, физических нагрузок, пусть это будет в домашних условиях, это фитнес-центры, кому как удобно. Сон очень важный фактор. И, конечно, питание. Какие-то анализы нужно сдавать? Да, анализы, то есть медицинская часть этого вопроса, она очень важна. И бывает так, что только тех условий, которые мы создаем дома, нам недостаточно, и необходима уже медикаментозная терапия, но под контролем врача. Я прям еще раз хочу повторить, чтобы назначение делал именно врач, так как сейчас, к сожалению, есть такие тенденции, что назначениями препаратов занимаются не только врачи. Не хотелось бы, чтобы так было. Есть анализы, есть такие показатели, которые рассказывают об энергетических запасах человека, о состоянии, насколько справляется организм с той или иной ситуацией в целом. Давайте поговорим в период эпидемии, гриппа, ОРВИ, ОРЗ, про восстановление. Как восстановиться после болезни? После любого заболевания организм претерпевает определенные стрессы, и эти стрессы нужно восстанавливать, вернее, надо стрессы убирать и восстановить организм. Для этого, опять же, на первом месте, конечно, это питьевой режим, вопрос питания, непосредственно домашние условия пребывания, сон, исключить максимально все стрессовые факторы, насколько это возможно, конечно, сейчас. И медицинская часть с доктором, кто ведет семью, семейного доктора, доктора участкового, проверить все свои минералы, витамины, дефициты, и далее уже корректировать эти результаты. Скажите, Светлан, вот вы ведете прием в регионах, вы ведете прием в столице, и к вам приезжают из-за рубежа. Отличаются ли пациенты по миру? Расскажите об этом. Так сложилось, что последние несколько лет, постковидное такое, скажем, да, как говорится сейчас пространство, мы непосредственно приемы не ведем за границей, но тем не менее мы постоянно на онлайн-консультациях. Огромное количество наших соотечественников, которые живут в разных странах, Австралия, Канада, в Америке, Аргентина, ну и, конечно, в целом по Европе, арабские страны, которые приезжают, прилетают на приемы в Москву, хоть есть сложности определенные сейчас с перелетами, но тем не менее они это делают, и также есть их, скажем так, иностранные друзья, назовем это так, наверное, друзья, с которыми они когда-то поделились контактами, они также, не все, но к определенной части они также прилетают в Москву, и мы их там обследуем. Есть, конечно, отличия небольшие, определенные, есть, но в целом, конечно, организм, он у всех людей, он схожий, то есть базовые какие-то моменты, мы все очень похожи. И есть нюансы, но они такие не сильно значительные, наверное, и я бы хотела еще отметить, что они когда прилетают в Москву, ну в Россию, да, к нам на приемы, это обходится в разы в плане прайса дешевле, но в плане качества мы никак не уступаем, и они понимают, что это достаточно качественные услуги, поэтому достаточно развит сейчас и вот этот момент. Я бы хотела отметить такой момент, что Карачаево-Черкесия, она, конечно, процветает сейчас очень, чему я безумерно рада. Ну и, конечно, это руководство наше, да, которое уделяет столько времени и внимания тому, чтобы развивалась и курортология, и туризм, шикарная идея, шикарное направление, максимально, конечно, хочется, чтобы к нам побольше людей приезжали из-за границы в том числе, где бы я не была в тех странах, где я была, ну и по поводу конгрессов, вот мы часто летаем, ты видишь и природу разную, и культуру, но приезжая в Карачаево-Черкесию, я понимаю, что лучше этих гор нету, конечно. Это родное, это красивее, это лучше. И такой момент хотела бы еще подключить, что нужно обращать внимание больше все-таки на реабилитацию, как это было раньше. Это и сейчас есть, но не настолько развито, как это было ранее, по поводу санаторно-курортного лечения, по поводу в целом реабилитации пациентов. Конечно, нужно это внедрять и расширять эту линию, так как все-таки правильная реабилитация после перенесенных заболеваний, после родовом состоянии, оно играет большую роль и дает очень такой мощный вклад в здоровье. Скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали своим пациентам, да и вообще всем людям мира? Альбиночка, ну как так у нас с вами сложилось, что я всегда желаю любви к себе, сердца, доброты побольше, развивать это качество свое. Конечно, я желаю сейчас еще терпения. Терпения, понимания, как всегда, наверное, я это говорю, крепкого здоровья. Но здоровье включает в себя много факторов. Здоровье – это и наше мышление, и наш подход вообще в целом к жизни, к людям, отношения. Опять же, вера во Всевышний, это у меня всегда основным таким фоном стоит. Учитывая все эти моменты, конечно, здоровье будет у людей. Спасибо вам за такое уютное, теплое интервью. До новых встреч. Он пишет стихи, переводит тексты песен на другие языки. Его репертуар очень разносторонний. Это как фольклор, так и современные мелодии. Песни его проникают в сердце каждого. 70 лет исполнилось известному певцу, солисту популярной группы «Джогетэй», народному артисту Карачаева-Черкисии Расулу Аркенову. С юбилейного вечера «Пою, значит, живу» репортаж Алла Динаева. С юбилейный вечер «Пою, значит, живу» репортаж Алла Динаева. Через песни и поэтические строки. Многие годы он делится своей душевной теплотой. 70-летний юбилей отмечает народный и заслуженный артист Карачаева-Черкисии Расул Аркенов. Свою трудовую деятельность в 1976 году он начал зоотехником в совхозе «Джигутинский». Вскоре на два года ушел в армию, служил в танковых войсках. После вернулся трудиться в совхоз. В 1986 году стал директором сельского дома культуры в ауле «Новая Джигута». А уже через два года, в 1988 году, начал работать в Узджигутинском районном центре культуры для детей и молодежи. В настоящее время Расул Аркенов является руководителем фольклорного народного ансамбля «Апсаты» эстрадной вокальной группы «Джигутей». Много сил и времени он уделяет творчеству. Делегации из Кабардино-Балкарии, глава ряда фамилий, представители общественной организации «Алан Халк», друзья, родственники, коллеги и, конечно, поклонники собрались на юбилейный вечер талантливого человека, любимого артиста. Величие народа не зависят от его численности. Народ великим делает отдельные личности, говорили выступающие. В нашем понимании, Расул Аркенов – один из таких наших парней, который делает наш народ великим, известным на весь мир. И это, когда осознаешь, переполняешься гордостью. Народ, который потерял свою культуру, не хранит свой язык, не бережет свою историю, этот народ обречен на гибель. Но благодаря таким ребятам, как наш Расул, наш карачаево-балкарский народ обречен на процветание. Вчера президент Путин сказал, кто не любит малую родину, не любит большую родину, свою страну. Труд, жизнь нашего друга – это образец служения и своему народу, и нашим другим народам, всему Кавказу и всей России. Мы его поздравляем. Вот этот рок – это рок изобилия. Ты должен из него исторгать музыку, песни, слова, делиться с нами айраном. Песня рождается для народа. Она вдохновляет и окрыляет людей, вмещая в себя все человеческие чувства. А еще песни Расула Исхаковича. Они несут добро, красоту, тепло, радость, надежду. И этот перечень можно продолжить бесконечно. Поприветствовав пришедших на праздник, юбиляр свою речь начал с благодарности и пожеланий всем матерям. А за тех, которые ушли из жизни, попросил совершить дуа. И первым для собравшихся в свой юбилейный вечер исполнил песню о матери. Стихами, в прозе, песнями, танцами, а главное с уважением и восхищением выражали поздравление юбиляру. Вручили виновнику торжества и награды. Когда красивая мелодия и стихотворения с глубоким смыслом соединяются, рождается отличная песня, которая обретает бессмертие. Пусть и тебя народ бережет, как и твои песни долгие годы, говорили пришедшие на праздник. Гости торжества Алим Тепеев и Алим Газаев порадовали собравшихся композициями. А песню про маму зрители слушали.